Новости на Дону Новости на Дону Новости на Дону Новости на Дону На обновление материально-технической базы областной ветслужбы до 2020 года предусмотрено выделить свыше 77 миллионов бюджетных рублей, добавил губернатор. Лучшим пяти сотрудникам отрасли глава региона вручил областные поощрения. На 5% в год должна повышаться производительность труда. По словам президента России Владимира Путина, это позволит к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира. Задачи нацпроекта обсудили на экспертной площадке в Таганроге. Одно из главных условий успешной реализации программы – обучение сотрудников предприятий основам цифровых технологий. Ярмарочный сезон начнется в Новочеркасске 2 сентября. Торги развернутся на территории, прилегающие к зданию администрации города. Ярмарка будет работать с 8 до 15 часов. Горожане смогут купить продукцию донских сельхозпроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Также свои товары предложат кондитерские цеха и хлебоперерабатывающие производства. Купить продукты посетители смогут по ценам производителей. Футболист Ростова перешел в английский клуб. Теперь полузащитник Сейта Заталахи играет за команду Рейдинг в чемпионате футбольной лиги Англии. Это второй по значимости турнир Великобритании. Играть Сейта Заталахи будет на правах аренды. Напомню, молодой иранский полузащитник перешел в Ростов в 2016. Ранее на правах аренды он выступал за Анжи и Амкар. Это были новости ФМН Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Больше новостей на сайте don24.ru. С вами была Кристина Олешко. И о погоде. Категория 12+. По информации областного гидрометцентра, в Ростове днем воздух прогреется до плюс 32. Ветер восточный, юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду и без осадков. Сальский днем плюс 35, переменная облачность. В Тарасовском и Красном Сулине плюс 33, в Зернограде плюс 35 и без осадков. Субтитры создавал DimaTorzok